Когда дети учатся говорить, первое их слово – мама. Когда мы, познавая науку, знакомимся с химией, то первое, что мы слышим – H2O. H2O – это научное имя воды. О ней мы сегодня узнаем много интересного. Вода повсюду, она и вокруг нас. В океанах и морях, реках и озерах, в дожде и снеге, в льдинах и водопроводных трубах, в еде и питье. Она и в нас самих, мы на две трети сделаны из воды. Мы так привыкли к воде, что ее странности нас не удивляют. А ведь и вода, и взрывоопасный гремучий газ, созданный из тех же водорода и кислорода. Почему же вода не горит? Это ее первая странность. Вода – поразительная жидкость. У нее есть аномалия. В природе и опытах она ведет себя не так, как другие вещества. Но благодаря ее капризам жизнь могла развиться и существовать в воде. Итак, аномалия воды. Высокая теплоемкость. Что такое теплоемкость? Это количество тепла, поглощаемого веществом при нагревании на 1 градус. У воды теплоемкость в 10 раз больше, чем у железа. Что это значит? И хорошо это или плохо? Давайте разберемся. Вода нагревается в пятеро медленнее песка. Помните, каково это? Идти вдоль реки в жару. Песок горячий, а вода прохладная или теплая. Воду сложно нагреть. Чтобы поднять ее температуру на 1 градус, тепла потребуется в 3,5 тысячи раз больше, чем для нагрева 1 литра воздуха. Из-за исключительной способности воды поглощать тепло, температура ее при нагревании и охлаждении меняется незначительно. Поэтому морским обитателям никогда не угрожает ни сильный перегрев, ни чрезмерное охлаждение. Еще одна похожая аномалия воды связана с ее высокой скрытой теплотой испарения. Что это значит? Что выпрять всю воду из чайника будет очень сложно. Если бы не это свойство, даже в жару медленно испаряться, то озера и реки летом пересыхали бы до дна. Замерзая, вода тоже отдает много тепла. Один литр воды, превращаясь в лед, может подогреть на 1 градус 250 тысяч литров воздуха. Вот почему в теплице ставят на ночь бочки с водой. Замерзая, она выделяет тепло и согревает воздух. Как видите, все свойства воды словно созданы для того, чтобы сохранять и охранять жизнь на Земле, делать существование всех ее обитателей безопаснее. Вода не только источник жизни, она не только питает живые организмы, но еще и является прекрасной средой обитания. Расскажем еще про одно интересное свойство воды. Замерзая, она расширяется и увеличивается на 9% к прежнему объему. Поэтому лед всегда легче не замерзшей воды и всплывает вверх. Поэтому редкий водоем промерзает до дна. Лед – отличный теплоизолятор. Под такой шубой даже зимой в Арктике морским животным не очень холодно. Так вода в природе снова и снова защищает живые организмы, спасает их жизни. Знаете, сколько воды в человеке? Очень много. Во взрослом человеке, который весит, скажем, килограммов 70, 50 килограммов воды. И каждый день человеку необходимо выпивать 2 литра воды, не меньше. Биология – это непростая, но очень интересная наука, которая может вечно удивлять и очаровывать. И, возможно, не хватит всей жизни, чтобы узнать абсолютно все о человеческом организме. И уже тем более обо всем живом мире. Настолько сложны эти системы. Мы собрали для вас много невероятных фактов, которые вы не найдете в школьных учебниках. Быки практически не различают цветов, поэтому они реагируют на красный цвет почти точно так же, как и на зеленый или синий. На быка раздражающе действует не красная тряпка, а то, что кто-то машет чем-то перед его носом. Задумывались ли вы, какой язык в нашем мире самый популярный? Сам распространенный язык – китайский, второй – испанский. Английскому же достается почетная бронза. Помимо Луны, еще 6 астероидов сопровождают Землю, двигаясь по ее орбите вокруг Солнца. Один из них – круин, диаметром более 5 километров. Находится в 15 миллионах километров от Земли. Алмазы образуются в земной коре на расстоянии более 200 километров, только благодаря извержениям вулканов. Средний возраст любого бриллианта – около полутора миллиардов лет. Самый замечательный двигатель, самый сумершенный в мире мотор – наше сердце. Сердце человека с такой силой выбрасывает кровь в артерии, что она оббегает все тело и возвращается к месту старта за 30 секунд. У сердца 8-часовой рабочий день. Оно толкает кровь круглые сутки. За 70 лет оно перекачивает 250 миллионов литров крови. Лишь небольшой паузы в 1 треть секунды. Ему достаточно, чтобы отдохнуть. Когда мы смотрим на что-нибудь, в глаза попадают лучи света. Они могут уйти прямо от солнца или от лампы, но чаще всего это отраженный свет. Поверхности предметов отражают свет по-разному, поэтому мы видим мир богатыми цветами и формами. Знаете ли вы, что коровы, как и мы, могут чувствовать больше расставания, если их отрывают друг от друга? Они также понимают, когда их обзывают, и могут плакать. Знаете ли вы, что около половины населения Земли никогда не видели снега? Можете не пробовать искать две одинаковые снежинки, ведь таких нет. Знаете ли вы, что более умные люди просыпаются и ложатся позже, чем остальные? А как поздно ложитесь спать вы? Сколько часов вы спите в день? Вы не сравните с калами, которые спят от 18 до 22 часов в сутки. Как думаете, только кошки могут мрлыкать? А вот и нет, белки тоже могут это делать. Знаете ли вы, что белка управляет своим полетом благодаря своему хвосту? Вы любите обниматься? Знаете ли вы, что объятия могут облегчить боль и повысить настроение? Кстати, в день нужно обниматься от 4 до 8 раз. Вы левша или правша? Знаете ли вы, что в мире всего 7% левшей? Для левшей сделали отдельный день, 13 августа, день левшей. Интересно, как долго спят кошки? Оказывается, они спят больше половины своей жизни. Кошки спортивные, они могут прыгать в высоту в 5 раз превышающую их рост. Попробуйте улыбнуться кому-то, и он ответит вам тем же. Так устроен человек. Как часто вы улыбаетесь? В среднем человек сзади не улыбается 11 раз. Вы пробовали чихнуть с открытыми глазами? У вас все равно не получится. Знаете ли вы, зачем мы вообще чихаем? Так мы очищаем себя от бактерий. Знаете ли вы, что не все вирусы вредны? Некоторые из них даже помогают нам во время болезни. У вирусов, как и у нас, есть гены. Знаете ли вы, что утенок считает своей мамой того, кого увидел первым после рождения? Это явление называется синдром утенка. Знаете, какой орган у человека самый жирный? Это мозг. Да, наш мозг на 60% состоит из жира. Иначе он не сможет думать, да и вообще нормально функционировать, управлять организмом. Сегодня мы узнаем много интересного о возможностях нашего мозга. Все, что мы знаем о мире, о его красках, запахах, звуках, о форме, твердости и тепле всех предметов вокруг, мы знаем благодаря нашим чувствам. Нервы – это те каналы, по которым мозг получает информацию обо всем вокруг нас. Поэтому от правильной работы мозга зависит то, каким мы воспринимаем мир. Наш мозг позволяет нам думать, создавать и чувствовать. И получать, хранить и извлекать воспоминания. А еще у мозга есть центр удовольствия. Он позволяет нам узнать, когда что-то доставляет радость и счастье. И усиливает желание снова выполнить то же самое приятное действие. А еще у мозга урабатывает электроэнергию около 12 Вт. Это может увеличиваться до 25 Вт, если ваш мозг работает над какой-то сложной задачей. Много ли это? Достаточно для питания одной светодиодной лампочки. Мозг отвечает за координацию, за правильную работу всех органов, за здоровье, выработку гормонов, которые позволяют сохранить молодость. Каждую секунду в человеческом мозге происходят около 100 тысяч химических реакций. Эти реакции необходимы бы для нормального функционирования и невозможно были бы без жиров. Поскольку мозг на две трети состоит из жира, то для его полноценного питания важно употреблять в достаточном количестве жирные продукты, особенно в детском возрасте. Если полностью отказаться от жирной пищи, мозг будет работать плохо. Исследования ученых показывают, что интеллект быстро и значительно снижается при полном отказе от жиров в питании. Так что для того, чтобы быть сильным и здоровым, иметь хорошую память и долго не стареть, необходимо, чтобы в организм поступало достаточное количество полезных жиров, натуральных, ни много, ни мало, а столько, сколько нужно. Так в чем же содержатся полезные жиры? В сливочном и растительном масле, сметане, мясе и рыбе, в грецких орехах, сыре и авокадо. Суточная норма жира рассчитывается по-разному для детей и взрослых. Как узнать, сколько жиров нам необходимо? Об этом позаботились ученые. Над составлением меню школьного питания трудились медики, ученые-физиологи и диетологи, ведь здоровье детей – это важная задача для всей страны. Поэтому в школьной столовой – специальное меню горячего питания. В нем рассчитаны все полезные элементы – витамины и, конечно, жиры. Не забывайте о правильном питании. Оно нужно организму каждый день. Самое правильное – обедать в школьной столовой. Это верный путь к тому, чтобы быть сильным, здоровым и хорошо расти, легко учиться. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok